Узнать об аварийном состоянии дома можно теперь в Едином государственном реестре недвижимости. Региональные и муниципальные органы власти будут направлять соответствующие сведения в Росреестр, а там будут включать данные выписки из ЕГРН. На самом деле этого изменения довольно давно ждали все участники сферы недвижимости, потому что сейчас граждане посторонние, которые, например, планируют приобрести жилье, да даже сами жильцы этого дома не всегда знают, когда муниципалитет признал жилье аварийным. Теперь муниципалитет после принятия такого решения обязан будет направить его в Росреестр, а Росреестр в соответствующие сведения ввесет в Единый государственный реестр недвижимости. И теперь любое лицо, когда будет заказывать соответствующую выписку, например, на квартиру, сможет увидеть, что квартира находится в аварийном жилом доме. Напомним, еще одно изменение для собственников недвижимости появилось с начала года, а теперь они могут получить в территориальных органах МВД информацию о прописанных в квартире гражданах без их согласия. Есть случаи, когда собственник действительно не знает. Например, когда ты получаешь недвижимость по наследству, ты формально становишься собственником, но ты же не регистрировал, и ты можешь получить квартиру с определенным количеством людей, которых непонятно, зарегистрированы, не зарегистрированы. А второе, ты раньше мог получить, но для этого тебе нужно получить согласие лиц, которые были зарегистрированы. Они всегда лица, которые зарегистрированы, проживают в том же городе. Была такая сложная ситуация, нельзя назвать патовой, но сложно. Вот теперь ее просто разрешили и установили четко понятный механизм, что собственники могут получать эту персональную информацию. С 3 февраля деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны, МВД не будет считаться предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это должно дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы правоохранительных органов. Отсюда вытекает много последствий, связанных в том числе с тем, что у нас, скажем так, есть некие требования, есть некие ожидания от государственных услуг. Есть понимание, что такое услуга в целом. Это что-то, что оказывается для населения и в пользу населения. Теперь данная деятельность более государственными услугами не является. Какой является? Правоохранительной деятельностью. А в профильный закон об охоте с февраля вносятся изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу. При этом охотинспекторы получают право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.